Продолжается программа «Новое утро». Ребят, крещенские морозы за окном, но именно мы хотим поговорить сейчас не о морозах, а о самом крещении. Рядом со мной священник Алексей Язев. Алексей, здравствуйте, доброе утро. Крещение 19-го все-таки числа или сегодня уже можно готовиться к этому празднику? К этому празднику можно готовиться весь год и приготовиться, наверное, невозможно. Сегодня в храмах после Божественной Литургии состоится первое священие воды. Сегодня на вечере Богоявлини. Это если использовать церковно-славянскую терминологию. То есть крещение уже начинается, уже ждем его. То есть с 18-го по 19-го? И 18-го, и 19-го. Да, вот мы знаем, что крещение популярно у россиян тем, что все ныряют в прорубь. Как правильно это называется и как правильно это делать? Можно ли как-то вкратце рассказать? Вы знаете, совсем недавно была пресс-конференция МЧС, в которой как раз профессионально люди, медики, спасатели, рассказывали, как погружаться при отрицательных температурах. Как это, так скажем, в церковной традиции существует? Церковной традиции такой нет. Есть около церковная традиция. И вполне естественно, народное благочестие наполнило эту традицию, недавно появившуюся в России активно, каким-то своим смыслом. Если вы человек церкви, вы понимаете, что да, это возможно, но если погружение 19-го числа в холодную воду это единственный религиозный акт в вашей жизни, то, видимо, с вашей религиозной жизнью что-то не то. Да, действительно. У нас есть один человек, который, ну, не то чтобы в прорубь нырнуть, но хотя бы какую-то водную процедуру готов сегодня принять. Это Антон Сизык. Антон, ты, наверное, будешь сейчас такую облегченную форму ныряния, да? Насколько я знаю, по правилам, да, церемония заключается в том, что необходимо три раза с головой окунуться в водоем, когда ты проходишь эту традицию. Традиция, у меня не три ведра, поэтому, наверное, версия облегченная. У нас не было возможности здесь, рядом со студией, воссоздать купель, поэтому мы таким вот способом решили пройти все своими силами, чтобы понять, вот что испытывают те люди, которые погружаются. Не знаю, получится или нет, и вернется ли Антон к нам, но с Алексеем мы обязательно поговорим еще чуть позже об этом великолепном церковном празднике. Антон, удачи тебе! Антон, можно тебя, прошу, помочь мне? Конечно, конечно, Антон! Антон, давай быстрее, потому что нам тоже холодно. Холодненько, я. Ну что ж, доброе утро и здоровья всем! Ах, раз, два, три! Только и это мне стало еще холоднее, Антон, побежали быстрее внутрь. На самом деле, что радует, что температура в ведре, даже если учитывать, что это холодная вода, она градусов на 30-35 сейчас достаточно теплее, чем на улице. Я не знаю, на голове у меня уже сковывает. Тебе хорошо? Мне очень хорошо, слушайте, это здорово. Мне плохо, забегай внутрь! Я обязательно буду делать это почаще. Давайте, делайте так же, как Антон, только не сразу. Начинайте постепенно, если хотите действительно закаляться.